К огромному счастью, крепнут наши международные производственно-дружественные связи, в процессе которых заключили мы новый договор с Питером, и поставил он нам новую партию материала для производства нагур, для наведения суспензии. В этот раз решили мы с Валерием, которого я отдельно сердечно приветствую, заказать объем светло-зеленого слоя тюрингийских сладцев. Естественно, как только я этот объем получил, я его осмотрел на предмет сохранности при транспортировке и тут же переслал ему с просьбой порезать, естественно, причитающуюся мне часть на нагурки. Нагурки будут объемные, естественно, один-единственный кусочек я себе оставил для того, чтобы провести предварительные тесты на предмет возможностей функциональных, и, естественно, дабы показать, как это все выглядит в натуре, если так можно выразиться. Прошу просить. Но, опять же, это небольшой такой, как осколочек, если можно так выразиться. Вот его лицевая сторона. Отличается он от желтого-зеленого слоя, я бы так сказал, чуть большей твердостью. Твердостью, наверное, неправильно. Он чуть более плотный, вот этот слой. Сейчас его намочу, покажу, какую суспензию дает. Она такая светло-светло-светло-светло-серая, практически туда, в белый. Уже скатывается. Проверил в работе. Естественно, эталонный дает показатели по частоте обработки. Очень доволен этим слоем. Ничуть не меньше мне понравился. Ну, там мы, я думаю, сейчас прямо в эфире в лопах и сравним. Вот моя нарбочая нагура. Вот таким образом. Он практически, вот, похож на вот это, вот это вкрапление. То есть, он не такой уже, этот слой синий, он скорее просто в зеленый скатывает. Ну, так, по крайней мере, в лоб, в лоб сравнивая. Для наведения суспензии, ну, естественно, просто для демонстрации самого колора ее, буду использовать карпаччо, в данном случае. Был у меня он абсолютно полированный. Однако, в ходе исследования, вот я его умышленно, умышленно затер. Вот эту полировку я снял. Затер его достаточно свежей, тысячной алмазной пластиной. Для того, чтобы проверить, как он будет работать в таком состоянии, насколько хорошо будет задерживаться вот в этих микро, микробороздах, будет задерживаться суспензия, все очень и очень хорошо, спешу доложить. Очень хорошо. Настолько хорошо, что и яшму я вот таким вот образом зацарапал. Ну, как зацарапал. Я намочил камень и, естественно, алмазной пластиной просто его, как бы, затер. Ну, все. Он получил вот такие, как царапины. На вид могут показаться ужасными, однако в работе ничего плохого в них я абсолютно не вижу, как минимум. Как минимум. А как максимум, опять же таки, за счет вот этих борозд, за счет их заполнения, получается более равномерная поверхность. Ну, как мне кажется. Все это, конечно, объемы мизерные, однако, если сложить, допустим, тысячу вот таких мизерных объемов, мы получим на выходе отличный результат. Итак. Вот мы его намочили. Он практически черный, когда мокрый. От того и название имеет соответствующее. Прямым наведением. Наводим суспензию. Как можем наблюдать, она прямо светлая, светлая, светлая. Это очень хорошо. Чем светлее суспензия, тем она считается тоньше. Ну, она, она здесь и так супер тонкая, ну, однако. Так, смотрим. Ну, такая она светлая, 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 светлая серая. Кстати сказать, вот таким вот образом можно и выполнять доводку. Абсолютно удобоварим. Наверное, лучшее из последних таких открытий. Опять же, таки, благодаря Валерию. Вот эта порода приятно, приятно удивила. Итак. Посмотрели на суспензию. Сейчас я ее смою на виду вот желто-зеленую. Очень-очень светлая. Очень светлая, очень классная. Никаких крупных частиц в породе не выявлено. Естественно, я взял бритву, которая на сверхтвердой стали, в определенной степени капризная, ну, требующая внимания, по крайней мере, так точно. Показывают великолепно себя в работе. И еще один совет ханмейстерам. На доводочных мероприятиях, на самых последних, на доводочных, очень советую в водный раствор, в водный раствор, добавлять несколько капель вот такого медицинского глицерина. Очень смягчает саму суспензию, дает дополнительный, покрывает слоем толщу породы и делает результат еще, еще более благоприятным. Итак, желто-зеленым. А мы даже сделаем вот так, с одного крага на виду желто-зеленым, вот так, акцентированно. Вот этим же, желто-зеленым, именно, краешками, если так можно броситься на воду. Видно, да? И с другой стороны. Этот вот ощущается, он именно плотнее. Чуточку-чуточку. Естественно, более, из него выбить требуется чуть дольше времени. Ну, с другой стороны, надеюсь, что не настолько он будет легко расслаиваемым. По крайней мере, из объема, который прибыл, я посмотрел, и вроде бы, как бы, ну, здесь я наблюдал какую-то, какую-то трещинку. Ну, сама порода, опять же-таки, она такая, поплотнее, потолще. Ну, вот мы наблюдаем. Ну, увидите разницу. Ну, насколько я правильно могу наблюдать, здесь какой-то, как, определенного рода красный подтон присутствует. Опять же-таки, в минимальном объеме. Здесь, он такой, более, как, желтоватый. Ну, однако, опять же-таки. Абсолютно сопоставимый. Ну, и, естественно, работает очень и очень хорошо. Поэтому, еще раз я покажу вот этот осколочек, который у него остался, который я проверял. Он, вот здесь, этой плоскости не было. Он был вот такой, ну, неравномерный, естественно. Я его на чугунном притере в черновую притер на порошке F80. Я Валерия предварительно попросил, дабы он, после того, как попилит мне на урке, одну плоскость предварительно вывел, потому что вручную это время, процесс занимающий. Даже вот такого объема, вот этой стрелы, будем его так называть, вот этого космического корабля, хватит, если личная коллекция ее, как это сказать, обрабатывать, да? Поддерживать в рабочем состоянии, ну, это на всю жизнь. Ну, а там будут на гуру, конечно, побольше. Попросил я Валерия еще раз. Для того, чтобы такие были объемные, чтобы держал в руках и мал вещи. Ну, наверное, позначительнее будет по объему, чем вот эта. Ну, такие будут. Это большая, откровенно большая на гуру. Те будут не меньше. Поэтому дождитесь. Валерия время дарок не теряет, естественно. Максимально быстро все это дело подготовит. И представим вашему вниманию отличные, отличные, топовые абразивные материалы для доводочных мероприятий ваших любимых инструментов. У меня на этом пока все. Уверен, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорой встречи в эфире. Бонзай.